Здравствуйте! Сегодня я поговорю о том, какую я работу совершаю при подтягивании против силы тяжести или силы протяжения к земле. В общем, сейчас совершим две серии подтягиваний. Первый раз я буду подтягиваться без груза, потом подтягиваться с грузом 16 кг. И в дальнейшем я построю модель, я пишу ее и оцениваю, какую работу совершаю с грузом и без него. Но этот опыт, этот эксперимент и эстетическая модель, видите, это основным тем фактом, что я просто применяю знания, которые я использую в школьной курсе физики, для того, чтобы писать какие-то процессы жизни. Этот курс урока будет начинаться с этого видеоурока, и я думаю, это просто лишь некоторое начало я положу. В общем, вот начнем действовать. Строй модель. Как мы видим, моя голова находится в этом положении. Я буду оценивать то расстояние, которое я буду проходить, по положению верхней части моей головы, потому что все точки моего тела связаны, как вы видите, да? И за процесс подтягивания я буду считать, что смещение всех точек моего тела, то есть изменение всей полной векции энергии, будет отвечать, измерять я буду по положению макушки моего головы, потому что это самое простое, соответственно, положение для меня. В общем, я возьму линейку, измерю нижнюю точку моей траектории, вот у нас здесь вот. Это 20-30 см плюс здесь, около 40 см. Когда я в таком положении нахожусь, то есть моя макушка выходит снарой вне моего бицепса, теперь совершаю подтягивание. Раз. В этом положении, в этом положении. Я нахожусь в максимуматической траектории, и вот подбородок находится на 5 см от перекладина. Вот. Полное смещение будет считаться за счет стыд подбородка перекладины и высоты головы. Размеры головы по высоте. Измерим это. Размер моего головы при помощи той же самой линейки. Я сейчас его измерю. И зафиксирую. Около 20 см. Ну, в колке. Вот. Совершим 6 подтягиваний. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот, что подтягивание совершили. Теперь я свершу. Вот сейчас мы выполним подтягивание, но уже с весом, как я уже упоминал, 16 мг. Вот, сейчас это мы сделаем. Вот, берем вес. И прикрепляем его к ногам. Вот. Сделаем эти. Совершите уже самые 6 подтягиваний. Вот он. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Как вы видите, я был всегда в максимальной точке с этой траекторией. На каждом этапе. Поэтому вот эта, соответственно, модель, которую я буду строить, вполне может быть адекватно описывает, соответственно, наше физическое явление. Кроме всего прочего, хотел бы точить еще следующий фактор, что я буду пренебрегать всеми различными моментами сил, которые у нас возникают из-за того, что я вот подтягиваю ноги. И также я учту, что никаких флактуаций при движении вверх не было. Еще бы страшно, что я буду делать. То есть, допустим, это будет мое начальное состояние, да? Мое тело, обычно, что мы абсолютно промоя. Это будет у меня конечное состояние. И аналогичное состояние будет у меня сгибить. Вот. Вот и все. Спасибо за внимание. Сегодня я хотел поговорить о том, как рассчитать работу, которая совершает силу моих рук против силы протяжения к Земле. Против силы тяжести. Ну, и вот рассмотрим следующую модель. Я буду рассчитывать свою работу как разность потенциальной энергии. В поле тяжести. Это у меня будет равняться МЖ моя на Дельта-Аш. На перемещение мое. Вот. Я опять-таки рисую модель. В общем, вот у меня какая-то есть параллельная труба, как я говорил уже. Это мои руки. Вот у меня идет с предплеща. Потом идет моя рука. Моя бицепс. Вот. Голова. Голова. Нарисуем себя шкафиком с полочками. Вот. И там ноги идут у меня, естественно. И вот как-то вот так вот я вот себя изобразил. Теперь я рисую второй чертеж, когда я представляю себе примерно такой же объект. Вот. Control-C. Как-то так уже будет. Что-то типа такого. Будут зальем этот свой слоган. И изобразим дальше, соответственно, вот опять-таки ноги изобразим. Свои. Да. И вот это параллельная труба. Я вот, я опять-таки рисую. И вот здесь у меня будут уже руки. Мои. То есть, как-то вот так вот я теперь буду. Ладно, мы находимся в новом положении. Вот. И вот теперь у меня возникает вопрос. Какова будет равна потенциальной энергии в обоих вот этих случаях? Пока я рассматриваю просто случай без гантели. Хотя с гантелей и без гантелей не столь важно. Будем считать, что я подтягиваюсь только вот эту плоскость. Только вся работа стоит по силу тяжести. Я не буду считать, что у меня руки на самом деле сгибаются. То есть, просто на рассмотр два положения. Потому что на самом деле, чтобы рассчитать полный работ, который совершает мое тело, мое тело и, допустим, даже мои руки, необходимо рассчитывать, конечно, как они, допустим, себя ведут на каждом этапе этого потяга, как они сгибаются. Но вот, чтобы примерно оценить общую работу против силы тяжести, вполне достаточно такой, достаточно простой модели. Вот. Чего волосы зовут, конечно, все дрессовать. В целом вот. Вот эта часть моей руки, которая, как я говорил, находится на уровне моей головы, составляет примерно 40 сантиметров, 0,4 метра. Потом, когда я поднимаюсь, и меня будет только интересовать одно положение точки мое тело, вот это мое макушь, потому что я могу ее зафиксировать. И вот здесь я ее зафиксировал. То есть, вот смещение будет составлять разницу между вот этими, вот, двумя уровнями. Вот этим уровнем, то есть, когда я на торникам нахожусь. Вот эта точка. Размер моей головы составляет, стоя примерно 2 сантиметра. То есть, вот это вот по высоте. То есть, размер у меня будет 20 сантиметров, то есть, 0,2 метра приближенно. Потом я, когда хотел, заговорил, что я на перекладиной, вот на этой перекладиной, да, поднимаю свой подбородок еще на 5 сантиметров. Ну, то есть, вот, соответственно, вот эти координаты этой точки, которые я сейчас определяю, будут складываться из, относительно вот этого уровня, из точки, на котором находилась моя голова, до начала подтягивания. Потом из положения моего подбородка, что составляет 5 сантиметров еще, вид из размера моей головы. Тоже 0,2 метра. Вот этот размер, мой подбородок над перекладиной составляет 0,05 метра. То, что сейчас я пишу, это будет наш дельтаж, потому что мы рассматриваем потенциальную энергию некоторого уровня всегда. И я полагаю, что вместо того, чтобы, ну, вот это может совершенно разница, а можно сказать, что моя потенциальная энергия будет отчитываться от уровня моего положения до начала подтягивания, когда у меня руки вытянуты. Вот. Сколько физики, здесь я встал достаточно грубую модель, я делал некоторые оценки, я, как говорил, что я фиксировал вот, соответственно, положение моей головы при абсолютно вытянутых руках макушной головы на уровне верхней части моего бицепса. В следствии чего, в следствии чего я могу считать работу, которую я совершал, используя формулу. Работа моя будет равняться моя масса темы это где-то 75 килограмм. 75 на 10 и на 0,4. Почему пишу 10 на 9,8? Ну, потому что цель достаточно грубая, это никак не повлияет, но вот здесь, конечно, хочу все-таки сложить, суммировать, хотя бы, может, не все, что большого смысла. 0,4 от изменения нашей будет плюс 0,2 плюс 0,05. Вот, естественно. Это у меня будет все равняться 750 и даже по 75, я вот эту десятку везду сюда, на 4 плюс 2 плюс 0,5. 75 на 6,5. Что-то в районе 480, ну, 488. Конечно, это не совсем, но слишком высокая точность, но запишем число 488 Джоули. Вот такой работа совершаю я за одно подтягивание. Вот. Какую работу я совершу за 6 отмеченных подтягиваний, это, конечно, надо умножить на 6. Вот эту работу, да. Но, кроме всего прочего, следует также отметить, что я еще трачу силу на плавное перемещение в исходную точку. Ну, я к вам делаю очень грубую модель. Я не буду рассчитывать, какую энергию затрачу на перемещение вниз. Вот. Я буду считать, что мои руки практически не испытывают напряжения в этой точке, что на самом деле не верю, потому что они так же держат ее с моего тела. Поэтому я просто посчитаю, что полная моя работа будет 488. Умножить на число подтягиваний на 6. Полная, да, полная. И будет составлять даже 6 на 500. Ну, пусть она будет составлять около 3 тысяч джоулей. Хотя, вполне таки грубо оценки возможно, потому что плюс-минус они какие-то факторы учтут, не учтут. В общем, вот такая примерно будет у меня совершена работа при подтягивании. Вот. То есть я, знаете, что сделал? Я просто разделил все эти подтягивания и посчитал, что я просто каждый раз начинаю подтягиваться и по одному разу. То есть я просто, вместо того, чтобы рассчитать работу всех сразу подтягиваний, я просто рассчитывал работу, как, будь я подхожу, потянулся с леса, подошел, потянулся с леса. Конечно, на самом деле, подтягиваться 6 раз это сложнее за раз, чем, допустим, подтягиваться за несколько сходов по одному разу. Потому что мы на каждом этапе еще наши руки будут удерживать наше вес тела. И все эти работают. Но, раз так мы ее постели, в общем, 3000 джоулей. Теперь рассчитаем ту работу, которую будет совершать, соответственно, мое тело. В тех же условиях только, когда я подвешу к ним ногам гирю зелёного. Вот я гирю подвешу к ногам. 16 килограмм, тоже 16 килограмм. Вот. Сейчас сникает вопрос, почему я считаю от макушки этого тела от верхней части моей головы до верхней части головы. Но, существует в том, что в нашей модели я совершаю плоское перемещение моего тела. Да. Кроме всего прочего, никаких фактура я не учитываю. То, что я сгибал в канале, тоже не учитываю. Я просто считаю, что у меня все точки моего тела, за акт подтягивания перемещаются на одинаковую высоту. Эту высоту я вот таким образом зафиксировал. Поэтому, когда с гирей, с гирей полная работа будет определяться из выражения 75, то есть массового тела плюс 16, умноженного на 6,5 на вот ту же высоту. Я полагаю, что я подтягиваю В. Это будет составлять примерно 70 плюс 16. 6,5 около 600 джоулей, 600 джоулей, 191, а что джоулей, а с гирей будет у меня полная, да, полная, выражаться как 600, умножить так же на 6, вот, это будет равняться 3600 джоулей. То есть, как бы получается, что с гирей потягивается сложнее, и работа совершается, естественно, как пропорциональному массу, массовое тело. если, допустим, 3600 относится к 3000, ваших, естественно, относится 75, 75, к 16, 91, к 75. Для чего я могу сказать, что, когда я добавляю плюс гирю, к своему, тело, я совершаю на 20% примерно больше работы. то есть, поскольку ад с гирей, это величина на 20% больше. Вот и все. Например, вот такие вот расчеты позволяют мне понять, что с гирями на 16 кг и вес 75, я совершенно вот это больше. Если у вас вес будет больше, то ваша работа, вот это количество работ, которые совершали, будет, конечно, меньше. Вот, заметные изменения, потому что эти гири, это добавок к вашему весу большим. Это такая вот модель, что вы, допустим, сильно потолстели. Это молодая задача. Я хочу просто показать, как использовать потенциальную энергию для некоторых оценок в приложении к каких-то спортивным занятиям. Вот, собственно, все,